всем доброе утро девочки у меня утро как всегда добрая все коты переругались вот эти втроем да не ворчи каспер слышите ворчит даже миски не хватило куда-то миска наделась положила что-то положилась кошмар еще один обона чуть не хочет обоначу не ест давай иди кушай вот так вот иди ешь иди сейчас едят у тебя все каждое утро одно и то же вот такая вот у нас история делать ну что всех накормила теперь сама буду завтракать яичко бутерброд вот такой без масла его поджарила булочку на на тостере да не подсказывает ну и конечно же кофе наверно еще одно яичко съем тут меня вот кто-то уже покушал вот уже сидит тут со мной с лазиком сегодня с утра с младшим съездили в поликлинику да теперь накормили теперь завтраками сами вас татиков накормили теперь сами тушим вот у нас кстати тут дед мороз наше лекарство я фан я лично купил да вот у нас прикольно только мы сюда положили эти конфеты печенье у нас пока нет его не воруй ничего дело ручку мне сыночек нарисовал пока в поликлинике были потом дома дорисовал для фан ручку стащил так что будем завтракать все кто тоже завтракать приятного аппетита съездила за своим старшим сыночком забрала со школы попытно забрала свою посылку ахер вот давайте покажу вам сразу что заказала вообще из всего что там представлено я очень советую заказывать специи и витамины вот я как раз и заказал их покажу заказала я как раз вот кальций магний плюс цинк говорят очень полезно пить вот кальций в принципе и ну решила вот такое вместе что было здесь вот кальций магний и цинк вот в таких количествах от дневной нормы вот получается и вот такие вот вообще у меня все витамины которые я пью это все от вот этой марки солгар мне очень нравится и на херб в два раза дешевле если не больше чем в наших например тех же аптеках он также давайте сразу покажу заказала вот такое масло чтобы память и мне что это за масло и девочки это не масло это бальзамический уксус вот очень я кстати люблю бальзамический уксус мариновать в нем что-нибудь и так далее в общем заказала в этот раз вот такой до этого у меня был другой марки но он тоже смотрю густой там внутри и мясо мариновать их салаты добавлять я люблю вот и тоже сахер мне очень нравится качество так это для салатиков маринада также я заказала вот такие это у нас тыквенные семечки я их собираюсь добавлять тоже в салатик салатики делать с ними думаю что будет очень вкусно вот так это не выглядят не знаю сколько 397 грамм почти 400 грамм вот такие вот тоже попробую потом расскажу вот кстати я говорила что я заказала ромашку вот кто болеет да и всегда пьем чай с ромашкой вот заказала в этот раз на хер здесь 50 пакетиков вот ну получается по моему по цене также как у на в наших аптеках но говорят что вот эта ромашка лучше вот более качественная там какая-то супер особой и так далее вот в общем тоже попробуем так дальше у меня здесь вообще заказала вот мне кто-то писал что 10 дней идет заказ у меня идет намного намного дольше вот что я такое заказала я уже даже забыла посмотрела что я заказала девочки это семена льна вот мне шла доставка я уже сказала да не помню больше двух недель почти три недели вообще забыла что я тут заказала это семена льна хороший источник омеги и добавлять такой там достаточно крупненький потом попробую тоже расскажу потом можно добавлять в йогурт и ночью везде в салаты и так далее вот в общем тоже для этих целей полезненько я заказал и здесь у меня две маски первая это вот такая вот эти маски мне очень нравятся оранжевая такая-то с тыквой она прикольная тоже она такая как очищающая а вот это это у меня с ягодами ну такая ягодная маска в общем она очень хорошо как питательная такая бодрящая она очень не первое это у меня наверно пятая баночка за все время когда я заказываю первых надолго хватает во вторых она делает кожу такой найти отдохнувший такой фруктовая маска в общем отдохнувший такой очень в общем очень нравится мне эффект напитанный увлажненный классно вот эта маска из тыквы вот из всей серии вот этих масок и еще увлажняющая прикольно мне тоже понравилось там еще есть с какао но она мне как-то вот не особо зашла вот больше всего вот эта маска мне очень нравится ну я вам ссылочки как всегда оставлю зонтку боксе и вот такую огромную упаковку здесь 32 маски вот этой марки это японская марка и не вообще мне нравятся маски тряпочки именно японские больше чем корейские мне кажется они лучше работают вот вот такую марку я ни разу не пробовала говорят что он это вообще супер обалденные маски я взяла сразу большую упаковку ну попробую тоже потом вам расскажу это впервые так что вот такой вот у меня получился заказ айхерб но вот это все попробую я вам расскажу все витамины от солгар я вам очень рекомендую вот эти маски вот этой марки они не бюджетные но очень классные очень хорошо работает но вот это все я потом попробую вам расскажу и ромашка тоже но вот этой марки че я заказывала мне не очень нравится вот я заказывала как-то набор таких видите здесь разные вот эти че набор вот таких фруктовых чаев я заказывала вот но сейчас для нас актуальнее ромашка поэтому заказала ее но если понравится это буду на постоянке спира ромашку заказывать именно там все ссылочки как обычно оставлю вам внизу в боксе девочки витамины очень-очень советую еще я зашла в мясную лавочку свою любимую покажу что купила зашли мда сыном решили сегодня сделать со старшим сыночком сделать сегодня блинчики пожарить вот у меня есть немножко домашнего фарша я сделаю мужу с фаршем дети у меня просто на раз чем-то поедят с сгущенкой вот значит и купила такое простенькое молоко хотя вот это из волокна продукты мне очень нравится вологодский я еще купила масло без 200 грамм кусочек маленький сливочного масла тоже вологодская вот масло мне очень нравится и решила взять вот такое на блины нормально пойдет еще давно там все смотрю вот появились там всякие соусы но они давно уже появились это я просто как говорится только сейчас решила взять вот такой соус томатный белорусский написано вот 29 но 1 до адрес производства адрес производства ленинградская область ну вот ну вот но это наверное имеется ввиду как белорусский да я думала это реально белорусский ну ладно вот в общем попробуем соус такой ну ладно думала что белорусский и мужу своему я купила ну это как кетчуп да я так понимаю вот такой вот социбели да правильно произносится извините девочки если что произведено в грузии и действительно производитель грузия вот это я мужу он у меня любит острое все острые соусы в общем мужу купила ну тоже потом попробуем вот но девушка продавец сказал что это очень вкусно вот так что до купила здесь еще творог в сливках зерненные маленький вот такой стаканчик но я себе что-то мне захотелось не за с каким-нибудь вареницам наверно чем-нибудь таким поем и сыр вот этот вот это не белорусский я снова забыла мне девочки писали что это за производство чем чей-то сыр очень он очень вкусный mazda такой прям огромный кусок он стоит где-то тысячу в районе тысячи рублей за килограмм но он нереально вкусно он стоит всех своих денег здесь еще потом взяла а потом взяла потому что я купила фарш вообще не планировала я еще пока не купила этот мясорубку а здесь фарш из грудки индейки 450 рублей за килограмм вот и килограмм взяла ну сделаю котлетки муж меня любит котлетки вот и купила колбаски вот такой это как это венская она раньше была по 800 рублей сейчас она под 900 чем-то рублей на счет все подорожало поэтому да и шинка купеческая она по 560 рублей за килограмм вот это тоже меня муж очень любит ему купила и купила говядину я сейчас хочу сделать салат с говядиной мне как-то писали давно давно я там спрашивала что вы готовите с говядиной меня на девушка написала вот про салат с говядиной хочу его сделать как раз сегодня вот но я купила много говядины говядина у нас стоит 650 рублей за килограмм она помню так и было не подорожала вот это хорошо в общем у меня же еще видишь кто тут что тут у меня творится вот поэтому я купила на 650 рублей за килограмм вот за такой кусок это очень-очень даже дешево я считаю потому что в ленте вот такой кусок но в районе тысячи будет за килограмм вот поэтому я там все время покупаю говядинку сейчас я вот это все обрежут эти жилочки вот это все ну вон тому просто кусочек мяса в общем и наверное у меня еще останется потом потушу вот так что такой большой кусок сейчас мы немножко немножко поваляемся за ничего не поделаем сейчас я стирку загрузила а потом будем ближе к вечеру уже делать что блины вот у меня как раз фарш там разморозится у меня маленький кусок такой немножко фарш и с ручком сделаю заверну мужу вот в блинчик вот и поставлю сейчас варить как раз таки говядину и вот с этими поделюсь это невозможно же да невозможно же вот таким не красавцы вот так что вы такие вот у меня еще покупки были а вот это кстати соус что-то 150 рублей а вот это 220 вот я запомнила девочки я прямо ехала думаю надо не забыть надо не забыть 220 рублей вот но говорят очень вкусно ну что приступаем к нашему салатику говядину я отварила и на бульоне то есть бульон который вот у меня остался после того как я отваривала говядину я параллельно сейчас варю гороховый суп будет очень вкусно вот не выливать же его правильно вообще изначальный рецепт этого салата выглядит так отварная говядина обжаренный лук и морковь соленые огурцы и майонез и все но как вы понимаете я его переделала вообще можно сказать полностью но основные ингредиенты оставила значит нарезаю соломкой отварную говядину кстати я ее не солила потому что забыла это сделать так что она у меня вообще не соленая дальше беру вот этот красный лук он мне очень нравится именно в салатах он не такой острый при этом такой вид придает аппетитный нам и в общем вкусный лук помидоры я нарезаю тоже так вот ну меленько я бы так сказала да можно тоже принципе соломочкой но мне кажется она не будет держаться эта соломка из помидорчиков вот тоже решила туда добавить для красок скажем так вот и свежий огурец и маринованный огурец то есть у меня не соленые а маринованные огурчики вот в таком исполнении салат сбегая вперед скажу что он очень очень вкусный и хорошо вам будет даже не говядина а язык говяжий будет вообще супер салат кстати на заметку к новогоднему столу сделай такой салатик очень здорово и например тот же майонез можно разбавить сметаной до чтобы не было так жирно и сам салат получается не такой уж и супер жирный да то есть мне кажется свинина сюда не подойдет вот укроп еще нарезала и у меня вот остатки зеленого лука вот сколько было было одна штучка всего я тоже решила туда покрошить укроп кстати это тоже у меня остатки знаете салат из того что было я бы так назвала это вот и маринованный огурец то есть я все вот в этот салат в этом салате то делаю все не по рецепту не так как написано до соответственно тут вообще моя от себя тина вот не буду писать дай какие ингредиенты я думаю так все понятно вот но сочетание получилось очень вкусно моему мужу очень понравилось и вот еще раз повторюсь я думаю что с языком будет вообще обалденно будет просто очень-очень вкусный салат при этом здесь нет риса здесь нет картофеля да то есть он такой сытный но при этом легкий я бы так назвала этот салатик вот но я его буду заправлять майонезом и получится очень вкусно ну да майонез кстати можно разбавить сметаной а можно вообще мне кажется маслом просто заправить тоже будет очень вкусно но обжаривать морковку с луком мне кажется это уже будет но жирновато как-то не знаю вот я люблю вот такие вот салатики подобные параллельно кстати вот пока я готовлю салат у меня старший сын жарит блинчики и у меня уже обжарился фарш буду закручивать сейчас после салатика блинчики с фаршем посмотрите какой получился нарядники я бы так сказала салат девочки обязательно попробуйте мужчинам ваша оценят сто процентов вот блинчики жарила меня блинчики мой сынок он и пожарил их достаточно толстыми мне сложно было их тут закрутить хотя когда даже я жарю сама блины у меня тоже иногда ничего не получается некоторые распадаются раскручиваются в общем знаете тут не буду говорить что все это из-за сына сама тоже хороша была вот и вот такие вот сворачиваю буду еще раз обжаривать немножечко на сковородке чтобы они просто были такими более аппетитными вот такими слегка обжарила вон один блин у меня развернулся в общем как всегда в принципе вот и еще вот блинчики которые у меня будут сейчас с чаем пить мои детки над было еще сметану купить но что-то я как-то вообще забыла про сметану вот и сварился у меня гороховый суп здесь как раз вот на говяжьем бульоне у меня были еще остатки куриного бульона тоже сюда добавила супчик получился просто тоже обалденный ну не выливать же бульона я например вот просто не могу вылить мне рука не поднимается бульон поэтому всегда если что-то отвариваю я потом бульон использую ну вот варю суп как раз получается отлично так что мы пойдем пить чай наверное еще в этом видео сегодня не показывалась вот но я хотела немножечко буквально чуть-чуть сами поболтать я сейчас смотрю что он очень многие уже украшают вот блогера на ютубе в основном не только на ютубе начали украшать уже дома уже причем давно уже выпускает видео со всякими новогодними украшать к новому году какой-то новогодний декор и так далее мне кажется очень рано нет девочки напишите вы когда начинаете украшать я вот планирую как минимум недели через две а то и позже уже потихоньку начать украшать к новому году вот несмотря на то что я покупаю сейчас уже купила до в ленте украшения но все-таки решила что нужно сделать это чуточку позже но мне так кажется потому что все весь запал и весь все настроение она просто пропадет разе нет вот напишите как у вас этим дела обстоят то что магазинах продают с этим все понятно потому что как говорится никто не знает что будет завтра может завтра все закроют опять какой-то локдаун или что-нибудь в этом духе и все запасы со склада куда девать неизвестно вот поэтому они все и продают вот все что закупили все что успели закупить и так далее поэтому не так рано мне кажется в этом году но в прошлом году тоже рановато но в этом году еще раньше все и выставили на продажу вот в общем напишите но я пока даже не планирую ничего украшать вот и еще хотела вас спросить по поводу новогоднего меню тоже смотрю что многие да уже составляют там что-то готовят и так далее но вот у нас семье происходит как мы новый год особо не отмечаем то есть нет такого что я прям много всего готовлю потому что мы отмечаем новый год в кругу своей семьей а уже гости и все вот это вот все остальное мероприятие у нас уже после нового года и так как у меня дети мы в два часа ночи уже сто процентов спим понимаете и из меню у меня в основном это какие-то закуски то есть я там накуплю сыровых всяких разных с плесенью не только да не знаю бутылочку какого-нибудь вкусного вина или шампанское я например люблю больше шампанское вот какие мы закусочки такие знаете может быть салатик оливье и что-то вот что захотят у меня дети но это тоже основном какие-то может быть закуски или что-то как что-то вот такое вот то есть какая-нибудь вкусная вкусное мяско вкусная колбаска и все ну максимум может быть мы еще каким суши роллы сделаем и все больше ничего я не буду делать и получается что если я буду снимать меню на новый год то это просто блюдо взятые из интернета рецепты да в моем исполнении вот и все потому что такого разнообразия такого у меня не будет на новый год некоторые рецепты там салатики и так далее у меня будут после нового года поэтому я даже не знаю если смысл снимать такое видео потому что у меня такого не будет на новый год то есть получается я просто просто вы посмотрите какие-то новогодние рецепты в моем исполнении вот и все в общем напишите пожалуйста вот буду очень ждать ваших комментариев за красными тарелочками которые в ленте я показывала я наверное вернусь вот на следующей неделе уже поеду когда наверное куплю эти красные тарелочки может куплю всего 6 штук ну как бы надо 6 я бы 4 взяла так 6 да то есть ну в общем ясно надпадут а вот и красиво будет сочетаться с белыми салатниками с любыми другими в общем я вернусь за этими красными тарелочками сто процентов они мне будут на новый год вот так что вот так в общем буду ждать ваших комментариев обязательно напишите вот но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю свой до новых встреч